Что такое умственная жвачка? Состояние души. Если серьезно говорить, то умственная жвачка, особенность нашего мозга состоит в том, что мы научились, и это начинается, собственно говоря, с приматов, быть не здесь сейчас, а быть где-то в будущем или где-то в прошлом. То есть осмыслять какие-то вещи, которые сейчас не происходят. И это навык, который формировался, за него отвечает отдельная большая нейронная сеть дофолосистемы мозга. И она очень полезная, потому что она позволяет нам строить образы будущего, извлекать опыт из нашего прошлого и так далее. Проблема состоит в том, что целенаправленно использовать этот инструмент мы не умеем. У нас есть куча больных пунктов, каких-то проблем, из-за которых мы тревожимся, переживаем, крутим, вертим и так далее. Их главное там, условно говоря, 25, и вы вот так, от одной к другой, от одной к другой. И не подумав, не додумали, бросили, пошли дальше. И дальше, и доказано научно, Клингвард и, как же, второй, я забыл фамилию. Гилберт. Гилберт, да, они провели исследование, показали, что человек, который находится в состоянии устойной жвачки, чувствует себя хуже, чем когда он занят каким-то делом. Вот поэтому Арбайтен. Арбайтен и Арбайтен. А вас одолевает мысленная жвачка? И если да, то как вы с ней боретесь? Конечно, она у меня есть. Другое дело, что, значит, во-первых, вот я что делаю? Значит, у меня много больших и маленьких задач. У меня есть блокнотик, в который я записываю кучу маленьких задач, которые мне приходят в голову. И я после этого могу про них не думать, потому что они у меня записаны. Дальше, всякий раз, когда у меня появляется какой-то временной зазор между, там, каким-то встречей или, там, какой-то другой работой, я достаю этот блокнотик и решаю каждую конкретную задачу, там, где-то кому-то что-то написать, кому-то что-то сказать, какое-то поручение дать, отсмотреть какие-нибудь документы, там, или еще что-нибудь. Вот. И в результате, мне кажется, это просто увеличивает эффективность силе. Можно почитать книгу, например. Это отдых. Можно, я не знаю, поубираться, например. Можно позаниматься каким-нибудь там, я не знаю, вязанием ключком и макраме, и еще что-нибудь. Это отдых. Вы переключаетесь с одной деятельности на другую, вы что-то создаете параллельно, там, и так далее. Вот. А если вы просто будете шататься из угла в угол, ну, вы с ума сойдете, потому что там у вас внутри головы, помните, у вас всегда внутри головы живут проблемы. И если у вас нету, как бы, вот такого, надо, они как тараканы, вот, я сейчас, и у вас должны быть инсекцициды, и вы должны ходить и травить тараканов в голове своей. Но люди так не делают, и дальше у них тараканы разрастаются, превращаются в большие такие переживания, которые они пережевывают, да, и от этого им становится тошно жить. Ну, как бы, вот, надо с этим бороться? Я считаю, что надо. Какой самый лучший способ бороться с мысленной жвачкой? По технологии у нас есть технология умственной жвачки, описана в книге «Чертоги разума». В разных видах мы там разные модификации этой технологии делаем под разные задачи в наших онлайн-курсах. Но самое простое и первое, что вы должны сделать, это проводить всегда инвентаризацию. То есть все мысли, которые приходят вам в голову, вы их просто выписываете. Дальше есть разный просто формат работы с этими проблемными пунктами, которые сами из вас вот выскакивают. И это что-то вы сразу можете поставить, в график записать, да, что-то можете создать специальное, этот вот, как я делаю с этими блокнотиками, с задачками со своими. Вот, и что, какие-то мысли вы увидите, что вы думаете глупости. Вот, и устыдитесь. Еще крысолов есть образ. Вот, дудочка. Нарисуйте крысолов себе, пусть он ваших всех крыс из вас повытаскивает. Всех их запишите, потом всех их подзачеркивайте. Каждый раз в комментариях объявляется кто-нибудь, кто утверждает, что у него нет и никогда не было мысленной жвачки. Что бы вы сказали такому человеку? Будда, я нашел тебя. Большое спасибо.